Прежде всего, хочу, конечно, о громком событии с вами пообщаться. Грузия, протесты, за которыми мы наблюдали последние несколько дней. Все чаще слышу фразу, что-то вроде того, что Путин проиграл в Грузии, надежды были, какие-то он якобы ошибки в Украине хотел исправить на территории этой страны. Вот видим, как псевдопрезидент непризнанной Абхазии поручил перевести силовые структуры на усиленный режим службы из-за ситуации в Грузии. Как вы смотрите на это все? Действительно ли там была сфера интереса Кремля и проиграл ли Путин в конце концов в этой мини-но-войне? Ну, говорить о каком-то проигрыше и вообще о каком-то результате, финале этого противостояния сейчас, конечно, категорически рано. Это был, в общем-то, эпизод противостояния между гражданским обществом Грузии, с одной стороны, и грузинскими властями, которые во многом манипулируются известным бывшим российским миллиардером Иваннишвили. Я думаю, что это не последнее отнюдь, не последнее противостояние, не последний эпизод вот этого схватки между гражданским обществом, между народом, по сути, Грузией и властями. И я думаю, что будут и дополнительные дальнейшие тоже события в этой области. Но надо сказать, что этот этап вот этого противостояния гражданское общество выиграло. Оно добилось того, что закон о иностранных агентах, который был сделан под кальку с российских законов, принят не было. Это очень важно, потому что, если бы он был принят, это был бы шаг Грузии, во-первых, шаг Грузии в сторону авторитаризма, в сторону подавления свободы и демократии, с одной стороны. С другой стороны, это было бы, естественно, неприемлемо для Евросоюза и, соответственно, сильно бы осложнило какие-то перспективы в будущем евроинтеграции Грузии. Но что будет дальше, посмотрим. Я думаю, что мы будем свидетелями еще и дальнейших тоже событий подобного рода в Грузии. Соответственно, также Грузия сделала бы шаг на встречу и к Путину, и к Кремлю, потому что, опять же, иноагенты. Фактически российский законопроект вряд ли в Кремле обрадовались бы проевропейской позиции властей грузинских. Может ли быть попытка реванша? Ведь, как мы понимаем, все-таки Грузия до сих пор смотрит в ту сторону, говоря не о гражданском обществе, а о власти непосредственно. Насколько я понимаю, все-таки, в отличие от России, Белоруссии и других авторитарных стран Грузии, все-таки демократия в целом сохраняется при, конечно, попытках ее ограничить. И поэтому, так вот просто, что называется, съездить Грузию в России не удастся. Народ Грузии не позволит это сделать. И мы даже видели, что в этой ситуации тоже там монолитности не было среди российской правящей верхушки, и президент Грузии занял другую позицию, чем... Обървался связок, на жаль, Игорь Рейдман, нагадаю, российский политический эксперт, социолог, публицист, с нами напрямую связку. И уже повернулся. Игорь, хорошо, что возобновили связь. Лавров обвинил грузинскую оппозицию в использовании законопроекта об иностранных агентах для захвата власти. Давайте услышим его. Я бачу знову, что у пана Игоря немае, но, на жаль, є пан Игор. Услышим Лаврова и продолжим разговор. Очень похоже на Киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежные финансирования в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти. Попытаемся разобраться. Кремль все-таки расстроился из-за такого исхода событий. Был ли он в плюсе, если бы закон об иноагентах продвинулся вперед? Да, вы знаете, конечно, Кремль был явно совершенно недоволен такой ситуацией. Вообще в Кремле Путина лично страшно не любит и просто психует, можно сказать, когда в других странах высшего СССР общество, люди, народ как-то влияет на власть, меняет курс страны, мешает российским путинским интригам. Мы видим, как он возненавидел Украину за Майдан. Естественно, что ему тоже страшно все это не нравится, и Лаврову, и Путину, что народ смеет как-то вмешиваться в политику и мешать российским попыткам окончательно покорить себе Грузию. Но, как я уже сказал, я верю, что грузинский народ не даст ни Лаврову, ни Путину сделать из Грузии свою марионетку. И я думаю, что противостояние, конечно, будет и дальше идти, но закончится над тем, что Грузия освободится от российского диктата, как было уже во времена Саакашвили. Я как раз хотел уточнить, вот это недовольство Кремля вызвано идеологическим вопросом, бывшие СССР не любят, когда страны, якобы друзья, идут в сторону Европы, в сторону НАТО, или все-таки начали бояться за непризнанную Абхазию, Южную Осетию, но вдруг все-таки смена власти произойдет, например, и та уже не будет такой лояльной к оккупации своих территорий? Я думаю, что они боятся как бы того и другого. То есть они боятся потерять контроль над внешней политикой Грузии, а в целом. Потому что Грузия, как и другие страны бывшего СССР, российская правящая верхушка, она не воспринимает в качестве независимых стран. Они воспринимают в качестве своих колоний, которые посмели, значит, сбежать или попытаться сбежать от митрополии, из империи. И, соответственно, они, конечно, российские власти пытаются всячески свои, как они считают, колонии держать, что называется, в узде. И каждая попытка обретения колоний независимого курса, обретения народа этой колонии, так называемой, субъектности, она вызывает у Кремля, конечно, бешеную истерику. И сейчас, в том числе и против Грузии. Но, как я уже сказал, все это с исторической перспективой совершенно бесполезные усилия со стороны Путина и его кремлевского окружения. Империи все были обречены уже в наше время, в 21 веке. Попытка удержать ни к чему хорошему не приведет российская власть, кроме того, что она может привести к крушению самой России. Как россияне реагировали на события в Грузии? Затемила ли эта тема войну в Украине? Насколько ее активно обсуждали в пропагандистских, извините, шоу? Ну, я могу сказать, что, конечно, тема Украины и войны против Украины для российского и обывателя российского телезрителя, и для самих пропагандистов, для российских пропагандистских СМИ всегда была и есть номер один. Вот, начиная с 24 февраля. Конечно, тема Грузии не затмила. Но грузинские события у некоторых пропагандистов вызвали совершенно не детскую истерику. Например, Маргарита Симоньяна, такая известная пропагандистка, она выступила с каким-то совершенно безумным постом о том, как война собирается бомбить Белиссию. Скажу сейчас как раз киким, и вам, и зрителям, шарахнути одразу по Тбілісі. Так, російська пропагандистка Симоньян відреагувала на протести в Грузии. Вона вигадала одразу три причини для удару по цій країні. Мовляв, російським військам нині не до сентиментів. У Тбілісі немає Києво-Печерської лаври, росіяни ніколи не вважали себе одним народом із грузинами. Симоньян поширює наратив, нібито Захід намагається втягнути Грузию в війну проти РФ і тим самим послабити її. Водночас Кремль шантажує та залякує, аби втримати анексовані в Грузії території, пишуть у Центрі протидії дезінформації. Шарахнуть по Тбілісі. Ну, очередное какое-то громкое заявление, не имеющее под собой никаких действий, объективно. Ну, конечно, а это заявление очередное, и оно выдержано просто в той же эмоциональной тональности, что и остальные заявления, как Симоньян, так и российской пропаганды в целом, да и российских политиков тоже. Единственное, что они могут, это пытаться бычить, как говорится, на своих противников, пытаться запугать. Все, кто не хочет следовать их курсу и быть у них в качестве крепостных крестьян каких-то. Значит, и, соответственно, да, и такое отношение оно и у Симоньяна, и от Симоньяна до Лаврова и Путина, то есть у всей правящей верхушки, в том числе и Грузии. Симоньяну помянула Киево-Печерскую Лавру, как причина, по которой якобы, хотя очень странно звучит, удары по Киеву есть, но она считает, что Лавра до сих пор защищает, что ли, украинскую столицу от обстрелов. Монахову ПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую Лавру до конца месяца. И мы уже видим реакцию, они пока сопротивляются, говорят, якобы решение незаконное, нет юридических обоснований. Это тоже такой в некой мере проигрыш Кремля, ведь им было интересно и важно иметь вот такую сферу влияния, во-первых. Во-вторых, ну таких агентов в рясах, что ли, просто в центре украинской столицы. Ну я не думаю, что это какое-то уж слишком большое такое событие для Кремля и вообще, в принципе, вот эта история с монахами. Но вообще РПЦ и в том числе и УПЦ Московского Патриархата действительно использовалась еще с советских времен в качестве филиала Лубянки, в качестве инструмента влияния как внутри страны на верующих, так и за рубежом. И, собственно, эта вся история продолжалась и дальше. И известный был такой депутат, тоже священник Глеб Якунин, который добрался до документов в короткий период ельцинского либерализма, до секретных документов, прямо из ФСБ ему данных, о том, как функционировала агентура КГБ, еще советская, среди высших иерархов православной церкви. Из этого документа было следовало, что все, включая нынешнего патриарха Кирилла, иерархи русской православной церкви, были агентами КГБ. Соответственно, я думаю, сейчас просто они стали агентами ФСБ, и в том числе и те, кто служит в Украине. Поэтому это все понятно и законно с украинской стороны. Папа Римский Франциск хотел поехать к Путину из-за войны, но Лавров поблагодарил и отказал. Вот интересно. Ну, Папа Римский, конечно, мы не слышали от него каких-то слишком громких заявлений касательно войны. Он не стремится называть Россию агрессором, говорит, что не только РФ якобы виновата в этой войне. Но почему же не рады Римскому в Москве? Ну, во-первых, у католической церкви, у римского Папы, в том числе, как его представителя, и у РПЦ, у них разные конкурирующие интересы. Это две такие крупные корпорации, они давно, уже веками конкурируют за потребителей, и, соответственно, отношения у них всегда были не самые лучшие. И РПЦ всегда возражала против приезда Папы в Россию, потому что опасалась, что это станет рекламной кампанией для католицизма внутри страны, и, соответственно, подобьет прихожан РПЦ переходить к католицизму. То есть чисто такое первое практическое соображение. А второе практическое соображение, я думаю, что, конечно, Папа Римский достаточно, скажем так, невнятно говорит о войне, но, тем не менее, он бы что-то такое говорил о мире. А разговаривать о мире сейчас в Москве нельзя, запрещено. За это людей, за попытки призывать к миру, их людей просто элементарно избивает и сажает в тюрьму. Поэтому это было бы сейчас визит Папа Римского, который бы говорил о мире, было бы сейчас для российских властей абсолютно неуместно. Ну, кстати, о мире. В Питере неизвестные обстреляли витрину независимого книжного магазина, и есть последствия в сети. Видели мы кадры, сейчас попрошу редакторов их показать вам и нашим зрителям. Было написано «Миру мир», собственно, как мы видим, и видим, что обстреляли почему-то эту надпись. Силовые структуры постарались или россияне точно так же не готовы пока слышать о мире, об окончании войны, продолжают поддерживать так называемую спецоперацию? Нет, ну, россияне это не монолит какой-то. Среди них есть те, кто совершенно безумные люди, которые мечтают о войне со всем миром и прочее, прочее. Мы читаем и можем, вернее, читать в телеграм-каналах, вот так называемых этих военкорах. Там такая идет фашистская лабуда с утра до вечера. Но это как бы не большинство населения. Есть люди, которые выступают активно за мир и даже рискуют и не лишаются свободы из-за этого, попадают под всякие санкции, штрафы, увольняют с работы и прочее. Это тоже не большинство населения, это меньшинство и то и другое, это меньшинство. Большинство населения — это люди пассивные, которые, в принципе, поддерживают, пассивно поддерживают любую политику власти, но сами никуда не лезут и ни в чем участвовать не хотят и думают только о собственном житейском комфорте. Таких людей в России большинство, и это большая проблема для Путина, потому что этих людей воевать заставить очень сложно. Их нужно, можно заставить воевать только под страхом еще больше каких-то санкций. Поэтому и была вот первая эта волна мобилизации. Я думаю, что сейчас при новой волне мобилизации вот подобные люди, это большинство населения, пассивные обыватели, поддерживающие в целую власть, они будут всячески уклоняться еще больше, чем при первой волне от мобилизации, потому что за это время даже они поняли, что попасть на войну в Украине, это с огромной вероятностью, значит потерять свою жизнь. И поэтому это одна из причин, почему эта новая волна, несмотря на все прогнозы, так пока и не началась. Новая волна мобилизации. Риск закрытия границ он актуален сейчас, учитывая, сколько людей выехало из территории Российской Федерации после объявления вот этой частичной так называемой мобилизации. Кто знает, не приснится ли Путину что-то и послезавтра не объявит ли он уже какую-то полную мобилизацию? Знаете, я думаю, что пока нету вот этой мобилизации, неважно, полной, частичной, новой волны, границы закрывать смысла нет, их закрывать не будут. Потому что сейчас период такой, что люди не бегут из России массово, как это было осенью. И даже есть обратная волна, то есть многие успокоились. Вообще в России многие успокоились и зря почему успокоились. Что-то в ближайшее время они считаются, что они уже на фронт забирать не будут. И поэтому, значит, можно опять сидеть сюда около телевизора и пить пиво, и, значит, болеть за своих. Как-то наивно, действительно. Да. Да, но это, конечно, неизбежно совершенно. Неизбежно. Я думаю, что новая волна мобилизации и, возможно, закрытие границ параллельно произойдут после начала давно анонсированного, или даже не так, а после успешного проведения давно анонсированного украинского наступления. Когда власти убедятся, что они не могут ничего сделать теми средствами, которые у них есть, в том числе не то, что не только наступать, но и обороняться. Касательно настроений, мы говорили об отношении россиян к миру, к войне. Есть еще последний социологический опрос, последний Левада-центра, касательно того, как россияне относятся к Штатам, к Украине, к странам Евросоюза. Вот мы видим инфографику, которую социологи нам показали. И что мы видим, собственно, на ней? США ненавидят больше всего. Украина на втором месте, дальше Европейский союз, ну а там уже Турция, Индия. А вот Китай, судя по всему, россияне любят. Какие итоги вы можете сделать, смотря на эту инфографику? Ну, сработала ли волна вот этой вот войны с НАТО, плохой Байдене, Америке, которая помогает Украине? И, собственно, поэтому американцев россияне хейтят больше всего. Ну, я уже много раз говорил, что, конечно, верить этим всем вопросам в тоталитарном уже фактически государстве невозможно. Люди элементарно боятся говорить правду, стараются давать те ответы, которые они воспринимают как социально одобряемые или одобряемые государством. То есть фактически они просто транслируют месседжи пропаганды. Не высказывают какое-то свое мнение, а транслируют месседжи пропаганды. Сегодня им говорят, что США плохое, а Китай хороший, они говорят да. Завтра, условно, начнут хейтить Китай по какому-то причине, они будут все быть наоборот. И надо сказать, что мы даже такое видели, например, с Турцией. Одно время российская пропаганда обиделась там на Турцию за противостояние в Сирии, с ней хейтила Турцию. Все, Турция главный враг. Потом Путин с Эрдоганом о чем-то договорился, все, опять Турция хорошая. Так что комментировать это совершенно невозможно. Это никакого отношения к россиянам как к неким субъектам не имеет. Это имеет отношение к россиянам как к объектам информационного давления. Вот что пропаганда им говорит, то в большинстве своем они социологам и воспроизводят. То есть больше настроение в Кремле нам показывают, вот такие демонстрируют, вот такие социологические якобы опросы. Но, по крайней мере, так мы будем понимать действительно в какую сторону и против кого смотрят Путин и его прихвостни. Я благодарен вам, Егор Веленович, за то, что присоединились к нашему эфиру в субботний день. Егор Эйдман, российский политический эксперт, социолог, публицист. Буби с нами. Мы же будем рухаться дальше. Продолжение следует...